Преторы секторов и сотрудники управления жилищно-коммунального хозяйства столичной примарии смогут налагать штрафы на владельцев жилья в городе, которые выбрасывают мусор на мусоросборочные платформы, не подписав контракт с управлением Аутослабритати. В то же время местные власти направят обращение в парламент с ходатайством ужесточить санкции за незаконный выброс мусора. В Рио-Примара Руслан Кудряну заявил на еженедельном заседании примарии, что в столице по 42 адресам владельцы частных домов выбрасывают мусор, не заключив соответствующий контракт. Он уточнил, что власти готовы три месяца вывозить мусор из частных домов, которые в настоящее время не платят за эту услугу. Если в течение этого периода владельцы не подпишут договор о вывозе мусора, им грозят большие штрафы. Давайте ужесточим штрафы. Почему учащиеся школы, лицеев и профессионально-технических училищ и волонтёры должны за кем-то убирать? Город станет чистым, когда каждый из нас поймёт, что легче не загрязнять, чем убирать. Мы, как граждане, тоже платим за уборку города. Например, мусорные платформы на Мунчешском шоссе убирают три раза в неделю, но кажется, что там вообще не убирают. Всё из-за частного сектора, когда через ночь приносятся сухие ветки, старая мебель, мешки с мусором. В городе есть 42 таких адреса, по которым владельцы частных домов не хотят заключать контракт на вывоз мусора. Директор управления автослабритати Евгений Аксентьев заявил, что ежегодные убытки предприятия из-за отсутствия контрактов на вывоз мусора превышают 1 миллион леев. В настоящее время предприятие заключило более 13 тысяч контрактов в частном секторе, но ещё более 7 тысяч пользователей должны подписать такие документы. За вывоз мусора экономические агенты ежемесячно платят 22 лея, а физлица – от 9 до 16 леев.